Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 12 сентября 2018 года. В виртуальной студии находится Юрий Васильевич Сергеев, Алексей Орлов. Юрий Васильевич с телефона, поэтому с качества звука, конечно, оставляю желать лучшего. Прошу прощения, но вот другого варианта пока не удалось нам применить. И мы говорим про национальное воспитание, о национальном воспитании. Во второй части, по традиции, мы озвучиваем вопросы и реплики, которые появляются в чате Народного Славянского Радио. Это сайт slavradio.org. Там учтите чат-беседка в выпадающем верхнем правом углу. А также на нашем канале в YouTube. youtube.com.slavradio. Слэш такая косая черта, если кто не знает. Славрадио в одно слово. Кстати, имейте в виду, что сейчас появляется много различных объявлений, которые пишут, что Народное Славянское Радио, Народное Славянское Радио. На самом деле, когда я на сайт на них попадаю, я вижу, что это не наш сайт. Имейте в виду, что Народное Славянское Радио стало очень популярным. И стали появляться те, кто под нашим видом, под нашим названием показывают что-то свое. Или транслируют что-то свое. Ну, в общем, используют наше имя. Так что, если вдруг где-то в рекламе вы видите Народное Славянское Радио, переходите, а сайты какие-то другие, не slavradio.org, а какие-то другие, знайте, что это не наши сайты. Мы к ним никакого отношения не имеем. Ладно. Теперь вопросы и реплики. Ярослава Ярославная. Вопрос тебе задает. А что главное на свете? Спасибо. Главное на свете – это вера. И Родина, вера, Отечество наше великое. Это самое главное. Из этого вытекают уже такие великие служения роду своему, служения вере. И очень сложно бывает выставить на этом пути много очень соблазнов. Ну, вот, чтобы отвлекают, соблазняют, чтобы… Ну, надо стоять, стоять. И великое покаяние в грехах своих надо просто стоять. У меня мой духовник с 86-го года – отец Ильи Назрин. Он сейчас уже лет 5 или 6 духовник патриарха. А мой с 86-го года – топтинский старец. Удивительный старец. Удивительная у него душа. Удивительная. Он благословил мой роман «Княжи остров». Можете в интернете прочесть роман. Бессонные нозе гарантирую вам. Если кому понравится, могу прислать. Книги мне есть. Я занимался, снимал урокопашные бои, там все прочее. По казачьему спасу, по русскому стилю. Великий у нас есть такой родоначальник по русскому стилю. Кадочников Алексей Алексеевич. Его снимал, его учеников. И вот мне попала такая возможность, такая была. Я снял сначала, как впал в такой интерес, снял бесконтактный бой. Бесконтактный бой – это человек на расстоянии сшибает с ног. Метров 10, 15, 20 взмах руки, и человек падает, который против него. Но мне это заинтересовало. Я говорю, Лаврову и Белолосу был такой. Ну-ка, сделайте мне это испытание такое. Мне интересно. Ну вот Лавров махнул рукой или ногой, не помню чем. У меня такое ощущение в голове, как повелось, как будто как пьяный. Такое. А бабушка меня научила. С детства учила бабушка. Мне Калиса Расименовна была удивительная. Старица такая. Она научила меня, как если такое, кто навалится или во сне, или самые критические моменты, читай «Отче наш». Я мгновенно стал читать «Отче наш», и все. И бесконтактные все эти силы пропали. У Лаврова, у Александра Лаврова, его часто показывают по телевизору, на семинаре, на одном, которого я снимал, здоровенный был такой парень, под два метра, ну такой прям, спецназ групп. И вот он пришел ко мне за дисками, когда я уже сделал, смонтировал все. А Лавров на нем пробовал тоже. Махал руками, ногами, а тот стоит, улыбается. И когда пришел парень, спецназовец, я говорю, вот когда на теле Лавров махал руками, ногами, ты что, молитву читал? Он так изумелся, говорит, а ты откуда знаешь? Так что у нас есть обережная такая молитва. Не надо, в общем-то, ничего придумывать. Это все опробовано нашими старцами, нашими этими воинами. Вот дед мне рассказывал, родной дед, как ходили казаки в Атапу. Он участвовал в войне 1914 года с утряками, с германцами. Мы, говорит, строились, сходили на кони, с коня, в общем-то, стояли, лошадей держали по воду, и шел молебен, общий молебен был. А ведь же среди казаков были староверы и кулууры, как у нас их надо называют. Общий молебен. Потом садились на конь. И вот когда садились на конь, на коня садились, вынимали шашки перед атакой, и начинали, вот уже, когда в атаку уже шли, начинали читать молитву Стос. Но это тоже она православная молитва. Стос и Спаси Христос. Там всего, в этой молитве всего два слова. Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги. И вот когда с этой песней они рубились и шли на врага, ничего не боясь абсолютно. Господи, помоги, это молитва Стос. Ну, княжий остров, если кто читал или прочитает, там я все это подробно описал. Поэтому не надо. Я сразу отползаю, как говорится, от тех людей, которые начинают топтаться на могилах моих дедов и бабушек. Есть такие очень сильные увлечения этим язычеством. А это, кстати, все это увлечение, все эти дела, финансируются и пропагандируются тут же, опять же, в той же самой Америке, сатанинской империи. Поэтому не надо лезть во все эти прочие-прочие. Это все не наше. Наше – это все наше национальное, родное. Наша земля, наши сказки, наши песни, былины. Вот это и для детей полезно, и для всех наших. Идем дальше. Так, вопрос эфира от Антона. Постоянно крепчающего здравия. Николай Левашов рассказывал про встречу с тобой. Отсюда вопрос. Он в твоем учении, он твоим ученикам показывал, рассказывал возможности. Коля, да, то насколько они продвинулись в своем освоении Спаса. Благодарю. Или ничего такого не происходило? Не, ну, мы дружили с Левашовым лет 15, наверное. Когда он еще был в Америке, он сам нашел мой роман, Княжа Остров прочитал и нашел меня. Созвонили с ним. Конечно, он владел, уникальные способности у него были. Часа в три ночи звонок у меня на телефон, домашний телефон. Поднимаю трубку, трубку, звонит из Америки Левашов. А у меня была такая, ну, слава Богу, я отошел от этого, была аритмия. Постоянно были приступы аритмии, тихикардии. Нашел способ, как от нее избавиться. И, ну, что, говорит, опять у тебя сердчишка колоется? Говорит, да вот, есть такой срыв. Ну, давай, расслабься. И вот он слышит, там сопит что-то, раз-раз. И как будто свечу уворачивает вот в машине, когда свеча заворотит. Ну, когда я с ним дружил, и на похорнах был, значит, когда он многих вещей, которые я у стариков, казаков находил, я к нему приходил и как бы советовался, стоит это применять или не стоит еще. И он как бы консультировал меня, как консультант был. Но когда Левашов, я очень уважаю его, но когда он начал на православие тянуть, на христианство, я отполз от него. Я ему сказал в глаза, говорю, не надо топтаться на могиле моей бабушки. Она была у меня святая. Поэтому отошел от него еще за год до смерти. Поэтому очень много таких вот, знаете, шустрых, я не буду опять, мне сказалось же, что есть такие учителя, которым Бог уже мешается. Наш Спаситель мешается уже им, им хочется быть самими богами уже. Несколько человек я бы мог назвать, но которые дошли до определенной популярности, и вот мешается им, мешается Христос им всем, Бог мешается. Поэтому это жаба, самое большое животное, которое у нас есть в России, это жаба, зависть. Насчет казака, значит, что такое казак? Я очень долгие годы искал подгадку на это. И вот нашел и убедился, что это так она есть. Последние за скифами, последние шли уже саки. Саки. И вот Акай, этот древний славяне, ну, славяне, это вся Европа была славянская, Англия, Англия была. Можете поднять книги, Петухову почитать, или Чудинова. Это были все славяне были. Ну и, короче, вот Кайзер, например, Кайзер, это царственный. Так вот, Кай, Исааки, Кайсак, Кайсак, это вот царские скифы были. И мы как бы потомки царских скифов, Кайсак, казак. Ну, то есть, Казаки, это древнее направление, которое вышло из древних родов славянских, которые вот как раз приписывают к скифам, к сакам, да, вот это все оттуда. Да, 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 Кайсак. Кайсак, да, похоже на то. А вот скажи, сейчас активно, ну, уже не первый год поднимается тоже такая тема, что казаки, оказывается, это не русские, к славянам отношения никакого не имеют, это своя народность, вообще своя даже национальность, некоторые так поднимают вопрос, и хорошо бы, типа, создать свою казачью вот такую республику и вообще целиком страну, ну, и так далее, и тому подобное. Ну, это просто пиво и кобыло. Вот в Ростове там есть такое, значит, Юрченко, вот, якобы пригласил себя атаманом таким, что я им говорил, вот этим его там последователям, говорю, что вы творите? Ведь это же срушная проблема, самая главная идея, клин вбить между казаками и русским народом. Вот эту казачью республику будем создавать, где-то все, вот это не надо, это все уже опробировано этими всеми нашими врагами. Какая казачья республика? Где вы будете это все строить? На Дону, если нас, то там половина уже казаков, мы не успели подхватить, они спились. Поэтому ты прав, это все блеф сивой кобылы, бред казачьей республики и все прочее. Вы знаете, я вот восстанавливал свою церковь, колокола повесили в 93-м году у меня останется. И вот приехали человек 30 района казаки, все в форме, даже шашками, шашками пускали живут в церковь. Все стоят, я где-то смотрю, через час даже меньше, их нету никого. За церковь выхожу, ночь кругом, на Пасху, представляю, они по кругу уже ходят, бутылка, из горла пьют, штукатуркой от церкви от ламвы, занюхивают. Казаки, ну вы же традиции должны соблюдать, пасхальные службы должны стоять. «Ой, это долго, мы так не можем». Поэтому очень много переведено казаков вот на этом уровне. Значит, например, вот Тасты, кто их придумал? Это вороги придумали. Тасты, например, якобы стременную жена подает к стремени, когда казак на позиции уже. А за курганом, за курганной, там любовница ждет. Да это вообще брехня и бред полный. Дело в том, что с любовницами очень строго поступали. Там было очень много страйверов у нас, кулуров. Никаких любовниц. Семейские люди были. Семейские. Вот. И поэтому традиции должны сохраняться чистые и светлые. Я вот, знаешь, был у некрасовцев, некрасовские казаки потрясающие. 300 лет жили в Турции. И вот сохранили все песенную культуру, язык, сохранили одежду. Левокумская станица в Старопольском крае. Я у них дважды был. Удивительные, конечно. И вот я как бы заглянул, уплыли-то они от нас, оттуда, с Верхнего Дона, откуда я стану, с Курешинской, Кумылышинской. Ну, язык, как будто они вчера уплыли в Турцию. Ничего, ни одного брака с турками не было. Ничего. Все сохранили. Все язык, всю культуру. Поэтому я еще вам еще скажу. Я сейчас, когда выступаю перед казачьими там общинными там кругами, перед атаманами от Вазови позапрошлом году выступал. Собралось человек 30 атаманов там со всех ближайших. Я говорю, кто правил казаками до революции? Родом казачьим. Ну, как, кто атаманы? Они же нынче атаманы увешались крестами до самого низа. Говорю, я говорю этим атаманам казаками, родом казачьим, правили бабы. Это было, я скопаю, материал раскопал такое, что на новый роман. Вот Елизаветинская станица может представить 37 тысяч жителей. И вот в определенный день там богатые были дома двухэтажные, их видел, ездил позапрошлом году, еще остались, сохранились. На флэштоке поднималась женская косынка над домом. И все, ни один казак, никто не имел права, даже хозяин, хоть он атаман, хоть кто, во двор зайти. Собирались там казачки, такие мудрые, матриархат вот этот. Называлось это, значит, сепарировать молоко, там все прочее, или на кофе. Вот они собирались, ну, старший у каждого был общий тетрадь, у всех одинаково были записаны песни, казачьи песни. Ну, и старший говорил, ну что, девки, сыграем песни, у нас казаки не поют, играют. Ну, играли песни, все прочее. Потом начинали перебирать всех ребятишек по станице. Это мне художник, уникальный художник, известный в Питере, слава такой есть у меня, с этой станицы родом, и он говорит, я еще попал под раздачу под это. Я, 12 лет знал, кто будет моя жена. Она, эта девочка, знала 8 лет, кто будет ее муж, бабушка сказала. И вот они перебирали всех ребятишек, 37 тысяч народу, они всех знали по улицам. Для чего это дело было сделано? Для того, чтобы не было родства, телегании, так называемое, чтобы родни не было в роду. И вот это, он мне показывал слава фотографии сотни казаков, так близко сняты, они сотни сплотились, здоровые такие, глаза бешеные у всех. Поэтому, вот почему в Голландии до 30% колясочников и у нас такие делают тоже дома, хотя у нас такого нет, слава Богу. Да потому что колясочники там, потому что с 16 века там был кузин, кузина, кузин, кузина, женился братной сестре, братной сестре. Вот они и выродились. Вот. Поэтому это страшное дело. Кузин, кузина. Да уж, да уж, согласен. Еще вопрос пришел от Ярослава Ярославной. Чем отличается мудрость от глупости? Как ты думаешь? Глупость, она, я вот, такой вопрос, он, казалось бы, простой. Глупость, это, как я скажу, есть два направления, добро и зло. Вот. И глупость не может быть доброй. Мудрость, мудрость дает свет, солнце, дает, как тебе сказать, направление в жизни. Вот. А глупость, ну что это? Это грех. Глупом быть нельзя. Надо стараться мудро жить и мудро всем. И семью править, и все. Род свой. Ну, все. В общем, мудрость это то, что позволяет человеку жить, а глупость то, что уничтожает, если так упростить, да? Да, 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 да. Понятно. Так, еще один вопрос, тогда, от Валерия И. Здравия, Юрий Васильевич, что вы думаете о кресте нашем? О кресте нашем, это, ну, крест, он очень древний такой символ, и поэтому православие вот у нас роль играет великую роль на всех, ну, не зря же ставят не только на церквях, даже на могилах, и перекрестившись, и так, ну, покаяться надо сначала, то перекрестившись, почитаешь молитвы, и сразу на душе легко становится все, вся эта пена сползает, ну, крест разный есть, я тоже мнения слышал разные, что там вот некоторые мозги уже свихнули, что там не должно быть Христа распятого, дескать, труп висит, и все, просто, ну, крест это древнейший, я думаю, что это все, он был еще про отцов, прадедов наш, вот, поэтому, молитв, все, хорошо, ну, что же, вопросы все, реплики озвучены, и пришло время пожелать что-то доброе, и вечное, нашим радиослушателям, и зрителям, пожалуйста, что-то такое хорошее от себя, скажи, ну, я женщина в основном, я же казаки не только шашками могут махать, любить тоже умеют, я прочитаю свое стихотворение о любви, когда сквозь жизнь и зной идти устану, и буду думать только о воде, я припаду горячими устами, мой мир, мой ключ святой, я припаду к тебе, когда в боях приму смертельные раны, еще мгновений быть большой беде, я приползу и вновь здоровым стану, мой мир и вся вселенная к тебе, когда настанет срок, я буяю от старости, и миг придет упасть в моей звезде, я на молитву при тобой встану, мой мир и вся вселенная в тебе, когда ж на суд пред Богом и предстану, у высшего царя святых небес просить пути единственного стану, мой мир, моя вселенная к тебе. Я еще хочу закончить нашу встречу, вот знаете, вроде недавно было 17 лет, а вот 2 октября мне уже 70 лет будет, это страшно, я вот, ну, каждому времени свое, пишу роман сейчас, азовское стояние, уникальное, конечно, это материал собрал, просто, я не имею права никуда, не помирать, никуда, не разбиться, пока не напишу этот роман. Спасибо за внимание, дай Бог вам здоровья. Да, книга «Чистая сила», у меня есть книга в одолечии, где все мои собраны, можете как-то через вас или как-то там, что можете приобрести. Тогда надо ответить на простой вопрос, как ее приобрести, потому что книга-то у тебя находится, вот если даже придет к нам, если заявка придет и мы тебе ее перешлем, то каким образом человек сможет ее получить, тут надо продумать и какой-то ответ дать. Уже обкатано все, присылает на мой мир, вот у меня есть, или в одноклассник, находят меня, заявочку, что такой-такой адрес, адрес, во-первых, свой пришлют, я отсылаю туда и кому подписывать, я отправляю эту книгу, это подарочное издание, 944 страницы, толстая книга, интересная, и вот адрес свой обратный, куда посылать, и кому подписывать, и все, я усылаю, кто получит книгу, на почте Бандероль оплачиваетесь, Ну раз так все просто, я думаю, значит и проблем не должно быть. Хорошо. Ну что же, мне в заключение остается сказать, что сегодня у нас по одному из современных января, 12 сентября 2018 года мы в живом эфире говорили о теме о национальном воспитании, тема актуальная, злободневная, ну, многие думают, что воспитывать может кто угодно, в том числе и телевизор, может быть, кто-то когда-то будет думать, что может воспитывать и будка от собаки, ну, вот каждому свое, да, если кому-то и будка будет воспитывать, ну, собаку и получите. А в виртуальной студии находился ваш покорный слуга Алексей Орлов и писатель наш, уважаемый Юрий Васильевич Сергеев. Благодарю тебе за то, что ты участвовал в нашей сегодняшней встрече, также благодарю всех тех, кто задавал вопросы и писал свои реплики, вместе, друзья мои, мы сила, вместе, мы осознание. Даже если есть какие-то разделяющие нас моменты, я думаю, что эти моменты надо ставить в стороне, а искать то, что нас объединяет. Через объединение возродится Русь. На себе я с вами прощаюсь, желаю всего самого доброго, до новых встреч, друзья мои, увидимся и услышимся. Быть добро. Спасибо, брат. Народное славянское радио для пытливых умов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова